КОФЕ То есть, американо – это эспрессо с водой. Капучино – это больше кофе, двойной эспрессо, меньше молока. Лато – наоборот, больше молока, меньше кофе. Всегда после приготовления эспрессо необходимо перемешать его ложкой, чтобы крема смешались и вкус стал более насыщенным и полноценным. Плотность, балансы и отсутствие ярко выраженных вкусов – то, что ценится в эспрессо. В зависимости от рецепта обжарки зерен можно регулировать вкус напитка. Например, сделать его менее кислым и более горьким. Все эти знания Леша приобрел с опытом. В начале пути было много трудностей. У меня было очень плохо рисование рисунков на кофе. Это не мое было изначально. Я очень долго оттачил именно вкус. Потому что тут, как я уже повторюсь, как с готовкой, все зависит от тебя, от твоих рук, от твоего воображения. То есть, от твоего вкуса в первую очередь. То есть, нужно найти идеальный баланс для всех клиентов и кислого, и горького, и сладкого кофе. Путем экспериментов он создал свой идеальный рецепт кофе. Тут важно все. От правильной настройки кофемашины и качества зерен до знания пропорции для каждого напитка. Тут вкупе. Если мы возьмем, например, даже приготовление капучино, тут очень также имеет значение это молоко. От кого это молоко, какой оно свежести, какого оно процентного соотношения пожирности. То есть, это тоже метод пропорции. Также, как и кофемолка, как она мелет, что это за кофемолка у тебя. Также, как у тебя настроена кофемашина, какое там давление на выходе, на входе. По профессии Алексей Финансист стать бариста решил, когда открыл собственную кофейню. Нет ничего прекраснее в жизни, чем маленькие радости жизни. И как раз это то, что люди каждый день получают. Я знаю, если они получат плохой продукт, день будет испорчен. Вкусный напиток может зарядить энергией на весь день. Поэтому в руках бариста не только капучино, но и настроение гостя заведения.